Вы зачем миллион прикарманили? Так на карманные расходы. На этой неделе стало окончательно понятно, коррупция в России это вовсе не недуг, это образ жизни. Хотя борьба все-таки ведется, но во-первых, только всеми имеющимися словами, а во-вторых, борьба-то у нас с борьбой против коррупции, причем на законодательном уровне. Вот такой вот каламбур. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, коррупция в России странный предмет. Нет, она как бы есть, но ее как бы нет. А иначе как еще можно назвать тот факт, что детские лагеря и санатории в Крыму решили строить не где-нибудь рядом, а непосредственно в природоохранной зоне то Форосского, то Миласского парков. В законности проведения строительных работ не усомнился только ленивый. Надежды на главу республики Аксенова рухнули в день, когда тот попытался убедить крымчан в нет вратимости сделанного. Типа, молча, терпила, земля принадлежит инвестору, так что радуйтесь, что вам еще вход в парк не закрыли. Хотя, по словам жителей, и до этого уже недалеко. Даже несмотря на запрет Симферопольской природоохранной прокуратуры осуществлять строительные работы без разрешения на строительство. Но плевать на эту прокуратуру хотел и собственник, и не может быть само Министерство природы. Последнего участника, кстати, считают лоббистом застройки, так как именно под Миласки этот проект Минприроды Крыма внесло изменения в так называемое положение о парках, разрешив строительство на особо охраняемых территориях, сообщает издание Подъем. Вы понимаете, да, что там, где дело завязано на деньгах и коррупционных чиновниках, простым людям вход воспрещен. Если так пойдет и дальше, то увидеть набережную крымчане смогут только в бинокле, а подышать воздухом уникальной экосистемы только возле забора с огромным амбарным замком. Тоже не знали, что Советский Союз распался на Америку, Великобританию и на страны, где у наших чиновников дети, родители и куча недвижимости. На этой неделе стало понятно, что Госдума, проанализировав недвижимость чиновников за рубежом, пришла к выводу, что рубить сук, на котором сидят столько сук, ну просто нельзя. И разрешила чиновникам владеть своими зарубежными поместьями. Объяснить свое решение взялся Павел Крашенинников, заявивший, что большинство чиновничьих домов сегодня находится в странах бывшего Советского Союза. У нас семьи разорваны, мы недавно трагедию пережили, взвизгнул Крашенинников. И всем сразу стало понятно, что там в продолжении что-то типа, а вы с этой недвижимостью привязались. Короче говоря, друзья, какую страну просрали? Франция, Италия, США, Великобритания где-то рядом с Рязанью граничила, а осталась только Россия. А теперь, внимание, вопрос, у кого из чиновников дом в Таджикистане? Просто про дачи в некоторых странах Евросоюза мы в курсе. А вот про недвижимость где-нибудь в Узбекистане или Туркменистане не слышали. Но я бы в этой связи озадачилась другим вопросом. Не тем, в каком городе находится итальянская дача, а тем, где народный избранник взял на нее денег. Естественно, что неработающая жена и несовершеннолетние дети, на которых раскидана вся недвижимость, должны быть полностью исключены из источников дохода. В противном случае я даже боюсь подумать, каким способом они заработали на очередную виллу. Но такая инициатива в Думу никогда не пройдет. А это значит, что мы продолжим быть баранами в глазах своего пастуха. Так лучше бы вообще ничего не поясняли, чем так неправдоподобно и малограмотно. Ну или сказали бы, что скупают недвижимости земли гейропы для воссоединения территориальной целостности России. Я бы даже в это поверила больше, чем в то, что сейчас обсуждается. Но это не точно. Ведь учат их где-то так пошло пи***ть и так честно не краснеть. Ах, какая женщина! Мне б такую! На этой неделе в сети появилась информация о самом крупном за прошлый год размере мошеннического хищения. Жертвой оказалась 54-летняя миллионерша, фамилия которой не раскрывается. По словам представителя Сбербанка, мошенники позвонили женщине, представившись сотрудником службы безопасности, и заявили, что ее деньги срочно нуждаются в спасении. Услышав знакомое слово, пострадавшая связала его со знаменитыми спасателями Малибу и тут же сообщила, что в банке на счету у нее 14 миллионов рублей. После этого женщина решила броситься во все тяжкие и как на духу выложила мошенникам, где у нее хранится еще 380 миллионов рублей. Офигевшие от щедрости спасатели средств настолько растерялись, что не решились даже продолжить разговор, сославшись на внушительность суммы. Ну и типа такими деньгами у нас заведуют только сотрудники ФСБ. Далее, как вы понимаете, ей позвонили все те же сотрудники ФСБ. И на протяжении месяца женщина сняла и передала спасателям деньги на общую сумму 400 миллионов рублей. И вот тут у меня возник вопрос, о каких масштабах может доходить человеческое нежелание думать вообще? Я до сих пор надеюсь, что вся эта новость кремлевский фейк, который они запустили, чтобы ткнуть нас носами вот в таких подозрительно бедных. А я так наоборот бы сказала, что фамилия пострадавшей не раскрывается, потому что она слишком известная, чтобы ее называть. Ну, признавайтесь, чей это кошелек? Чья мамка, жена или любовница? Или расскажите нам, что вы почувствовали, когда поняли, что кто-то бесследно спас ваши деньги? Ну, потому что я не понимаю, кем нужно трудиться, чтобы честным путем заработать 400 миллионов рублей? Что я делаю не так, если на моем счете они до сих пор не накопились? Хотя есть тут и положительный момент. Вот сколько лет они лежали у нее мертвым грузом, а тут раз, глядишь, мошенники и экономику поднимут, когда отовариваться пойдут. Все пользуют для страны, а не для одного конкретного человека. Хотя, судя по этой ситуации, в России и правда не так уж и плохо живут, но прям страна возможностей и истинных патриотов. Не догадались, друзья, где собака порылась? Да тут же все прозрачно. Бабонька-то наша скорее всего сама свои денежки вывела куда-то в офшор на известные ей счета, а чтобы с мужем не делиться, ну или с партнером, заявила о мошенничестве. Ну не верю я, друзья, что у человека с четырьмя сотнями миллионов ну настолько куриный мозг. Вот мы все думаем, что глупая она, а глупыми-то здесь пытались выставить всех нас. Но вы не ведитесь, я вам обязательно все расскажу и все для вас раскопаю. Ура, товарищи! Тварь я дорожащая или право имею? Помните, откуда это? Конечно, это Достоевский, но по стилю и по форме больше напоминает наших чиновников, когда они, недолго думая, выбирают все же второе, повышая себе содержание, льготы и различные откаты. Но если посмотреть на это объективно, то некоторым из них даже и выбирать не приходится. Оставаясь тварями, они, как правило, получают и все права. Так и живут долго и счастливо, пока смерт не разлучит их с денежными накоплениями. Но сейчас не об этом. На этой неделе в ранг тварей, правда, без денег, попытались загнать и жителей Ставрополя. Там на улицах города появилась эпатажно пошлая реклама в духе классики «Тварь ли я дорожащая или антитела имею?» На что делали ставку креативщики осталось так и не выясненным, потому как... Ну, поднимите руку те, кто из вас, во-первых, тварь, а во-вторых, при этом еще и дрожит. Но самое главное, что дрожит от отсутствия антител. Вы че, серьезно? У нас люди дрожат от холода зимой в собственных домах, потому что газа нет. От голода дрожат, да даже от несправедливости и то потрясывает, а не вот это вот все. Причем в городской администрации от гениальной рекламы поспешили откреститься, отправляя журналистов в правительство края. Но и там любителя классической литературы не нашли. При этом отметили, что баннер демонтироваться не будет. Ну, и как бы тут становится кое-что понятно. В узком смысле на примере ставропольцев, в широком смысле в масштабе страны. Странно, что еще кто-то с нами церемонится и слова из классиков достает. Могли ведь и просто написать, а ты, тварь дрожащая, антитела имеешь? Но тут как бы еще я требую разъяснений. А если человек прививку не поставил, но антитела имеет после перенесенного заболевания, то он уже не тварь или тварь с оговорочкой? Ну, а если серьезно, то безграмотность настоящих чиновников просто поражает, потому как в романе смысл этого изречения сводится далеко не к позитивному контексту. А в данной ситуации все твари дрожащие уже должны иметь антитела, потому как первыми побежали вакцинироваться. И я сейчас не про тех, кого вакцинировали принудительным способом по роду деятельности. И не про тех, кто вакцинировался, будучи введенным в заблуждение российской пропагандой. Я о тех, кто даже голову включать не хочет, чтобы разобраться в ситуации. О тех, кто не понимает, что такое оппозиция и каждый раз высылает ее в Америку. Ну и, собственно, о тех, на кого и направлена данная реклама. Единственный вопрос, который не дает мне покоя, а где в этой ситуации старуха-проценщица? Думаю, что каждый на этот вопрос ответил себе сам. Тем более, что в кремлевских кулуарах уже начали поговаривать не о добровольной, а об обязательной вакцинации. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Я напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии, лично пообщаемся. До новых встреч, всех люблю, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова